Старцыны ведь не назначают, их не избирают. Люди сами чувствуют, что вот этот вот священник, он действительно несет вот это пророческое служение. Великое пророческое служение. Он больше, чем просто человек. Это человек, который знает волю Божию, это человек, который несет в себе особую благодать Христову. И к такому человеку люди тянутся. Это одна из самых великих драгоценностей не только Русской Церкви, но и Вселенской Церкви. Русской Церкви Русской Церкви Русской Церкви Я был первый здесь. Все небо никого. Все заросли были здесь. Были такие дебри, что тут проходить ничего нельзя было. И владыка ювеналий был со мной здесь. Июнь, июль, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, октябрь. Я был 11 октября, а потом батюшка Ипполит пришел к нам. Но мне было до этого откровение. Я стою, значит, ну это в сонном было виде откровения, стою на огороде с лопаткой один стоил, лопатка у меня. А летит лебедь с севера. Крылья здоровые такие. И летит над монастырем, так вот крыльями машет. А я ему говорю, иди я хлеба там, иди я самого нету хлеба. А потом через некоторое время, через неделю батюшка явился. Я свои полномочия, что я был здесь батюшке, отдал все свои запасы, все там деньги, там все было, дай батюшке принял. Он там у моей кельи поселился, а я в другую келью перешел. И у нас началось, начали мы убирать здесь, начали косить, деревья там убирать, все располагать тут, все такое. И сделали вот тут у нас первый хоздворик был маленький. Бабушка коня привел сюда, потом коз сюда привел, бабушка, курочек, потом индеек сюда. И мы расположились. Потом приходит ко мне Анеке, говорит, вот я в келью ко мне, Анеке, надо масло, надо пшеница, ну все. Говорю, батюшка, зачем? Будем лечить людей. Да, вот это его слова были. Идите, идите в церковь. Идите в церковь. Идите в церковь. Галя, да что там она рукой? Идите. Вон в церковь пришел, иди. Отец Сипполит это уникальная такая синтез афонского и русского старчества. Вот. То есть отец Сипполит стал афонским старцем, но при этом и русским остался. Вот. Такое сочетание, не знаю больше, может, не существует. То есть я в каком плане афонский? Это человек именно научился афонской традиции исихазма. То есть он был исихаст, научился этой традиции молитвы афонской. И это я потом уже непосредственно на афоне начал это понимать, чувствовать. Когда я сталкивался еще с подобными там старцами афонскими, такого же духа. Ну вот этот дух трудно словами описать, но он чувствуется. Я тогда впервые слышал понятие прозорливый старец, все такие дела. Ну и решил поехать. Тем более у меня были какие-то проблемы свои личные. И мне сказали, что я могу с помощью его их разрешать. И я поехал. Приехал, расположился там. И на следующий день на службе я к нему, в принципе, в соседии подошел. Вот впервые я его там так и увидел. А уже утром я его перехватил по дороге в храм. Это было второе. Он опять немножко побеседовал. И на следующее утро он мне уже говорит, а вот знаешь, отец, мы с тебя будем делать монаха. Такой был однажды случай. Один человек, ну просто однажды сказал мне лично такую фразу, ну про наших братьев многих. Он говорит, что мы пришли не к Богу, мы пришли к человеку. А я говорю, ну мы, может быть и правда, но мы через человека пришли к Богу. Это важно в любом случае. Мы все через что-то приходим. Кто-то приходит через скорби, кто-то через болезни, как написано в Евангелии, кто-то через что-то еще. Мы пришли через человека. После смерти уже батюшки, уже знал постельного владыку, владыку Германа. И в самом начале он меня через какие-то полгода, может быть, вызывает. Когда он спросил, начал спрашивать, ну как же так, что ж столько было людей, которые называют бомжами, или выходили люди из тюрьмы, батюшка всех принимал. Ну кто-то, хоть один пример, ты мне приведешь, исправился или не исправился. Я говорю, да. Ну расскажи, я говорю, я. Он так, настолько удивился. Я говорю, я был духовным бомжом. Поэтому, конечно, не физическим, наверное. Поэтому я знаю много примеров, начиная с себя, я знаю много примеров людей, которые изменились в жизни вообще. Можно обвешаться иконочками батюшки Ипполита, но духом так и не стать ему близким. Если он говорил, что нужно, как бери больше, кидай дальше. Да, ура от лабора, труд и молитва. Ничего другого не придумано. Нужно брать и физически трудиться. Не богословствовать, не читать, то есть не измерять свое благочестие количеством прочитанных книжек или сказанных речей. Вот. Сказано, что нужно работать, причем батюшка Ипполит говорил, это с огоньком от души, да, как бы. Вот. И молиться, да, если, к примеру, благословлял старец правила, нужно зубами за него держаться. Как бы тяжело это ни было. Кстати, отца Ипполита, когда спрашивали, как надо молиться, он говорил, с нежностью. С нежностью отец говорит, это понуждай себя, молись. Вот. И потом будешь как на свидание на правила делать. Вот так он говорил. Вот молодым людям он обращался и говорил, что это будет вот вызывать, будет непреодолимое желание молитвы. То есть человек потом дойдет до такой степени, что выполнение задач, которые для него раньше были неподъемными, он без них жить не сможет. Они будут для него необходимы, как воздух. Его заветы мы выполняем небрежно настолько, что не удержали его благословений касательно правила, касательно строя богослужебного в монастыре, касательно режима, касательно послушаний и так далее. Там уже личные дальше идут, да, после этого всего. То есть фактически, как Господь сказал, да, что заповеди мы есть свет, суть и живот, суть, да. И истинное послушание, вообще говоря, оно неотделимым является от верности и веры, да, дальше уже, соответственно. И получается, что настоящее послушание заключается в неукоснительном следовании заповедям Отца. Какие бы благовидные предлоги для отступления от этого пути не встречались на дальнейшем пути. Вот спустя 10 лет после его кончины, глядя на то, что он оставил из того, что сохранилось, можно понять, какие мы послушники. Песня. 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 Сам отец Ипполит, он заложил здесь, в этой обители, вот этот залог любви, который для других настоятелей отчасти это помощь, потому что люди уже немножко привыкли к другому общению, более доброму, любвеобильному, смиренному. Это были времена, когда я учился в духовной семинарии, особо тесно, и мы нас сюда посылали на практику летнюю. Мы здесь и на клиросе пели, и работали, и трудились, и все накосили. В общем, полноценной жизнью такой жили. И вот это был самый тесный опыт, я старался исповедоваться почаще от своей куалитвы, и всячески его пытал, задавал ему разные вопросы, где-то какие-то, может быть, сейчас понимаю, что искушал его. Но я бы не сказал, что отец Ипполит так вот, он любил так открываться и прямо советовать. Нет, как-то все шутками уклонялся, но где-то он и отвечал на многие вопросы. Но вообще он покорял бесспорно своей любовью и вот таким, знаете, смирением и такое нежное, нежном отношении к человеку. Для него не было разницы, кто перед ним, он перед всеми был одинаков. И насколько человек мог вместить любовь, настолько он перед ним открывался и проявлял эту любовь. Просто не все могли вместить, наверное, его такую заботу. Конечно, мы как семинаристы пользовались его добротой и часто бегали на речку купаться. И многие просто уезжали раньше времени, не закончив практику. И для нас это был, наверное, курорт, этот рысский монастырь в то время. Когда он лежал в Курчатове, я его навещал в больнице. Много мы пытались у него узнать о его жизни в Псково-Печерском монастыре, привозили фотографии. Но он очень все так, никогда он о себе не говорил, не раскрывался. Поэтому очень все скудно, можно сказать, о его жизни, он, как, наверное, истинный монах, он не раскрывал. Он как-то боялся вот этого тщеславия, такого какого-то мнения о себе, поэтому был очень скромен. Ну, на сегодняшний момент для меня это очень важнее, из всех его слов, его пример вот этой скромности. КОНЕЦ 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 ПЕСНЯ 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 Они лет 20 назад покинули тогда Псково-Печерский монастырь, уехали на Афон и вот вернулись опять. Они все были разные. Отец Ильей нынешний, тогда его звали отец Ильян, ну вот мы знаем кто он. Отец Сергий был такой, иросхимонах, татарин. Удивительно светлое лицо у него было, потрясающее совершенно видо человек. Третий был отец Досифей, удивительной доброты батюшка, поразительная. И конечно особым был отец Ипполит. Вот если можно было бы назвать человека, который был бы образом кротости, то это был отец Ипполит. С этой своей длинной бородой огромной, которую он завязывал на узелочек. Человек, которому всегда, в любое время дня и ночи, можно было подойти, поговорить, о чем-то спросить. И он понимал, что мы приходили за утешением каким-то. Он это чувствовал и именно это давал. Он был удивительным, он был архимандрит целым. И он всегда, что меня поражало, он никогда даже на йоту не давал понять, что он выше в чем-то нас. Вот он был, это не было фамильярничанием, но мы понимали, что он абсолютно ничем не делает все, чтобы быть ничем не выше нас. Вот что он делал. Усердно причем он это делал. Но с ним было связано только одно чувство. Когда мы произносили отец Ипполит, мы понимали, что это человек, который всегда, что бы ни было, делит искреннюю, бесконечную искреннюю любовь, кротость, смирение. Все то, о чем говорит апостол Павел, когда поминает о дарах духовных. В плод духовный есть радость, любовь, мир, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. От кого их нет закона. Он был очень скрытным человеком. Его подвиг был совершенно никому не видим. Мы не знали, как он живет. Хотя понимали, что живет он очень серьезно. Но вот эти вот плоды духовные, в нем были, конечно, совершенно, вот как свет тихий, как веяние тихого ветра. Вот был в нем действительно Дух Божий, не побоюсь об этом сказать. Даже такие, так сказать, грубые люди, как вот мы, обычные люди, это вот по-настоящему чувствовали. Спасибо. Слава Богу! Слава Богу! Я сталкиваюсь с таким противоречием, не противоречием, наверное, даже, а подтверждением, что батюшка творил подвиг. Потому что вот нам тоже приходят и бомжи, и бездомные приходят, освободившиеся с заключения. Ну и вообще этот подвиг, помогать им, оказывается, мы стоим все время перед выбором постоянно. Вот приходит человек, стоим перед выбором, помочь, не помочь. Потому что часто мы видим, в основном воровство, в основном обман. С другой стороны приходит человек, надо помочь. Представляешь, как бы батюшка в поле поступил? Конечно, помог бы. Даже вот он прозорлиц, он знал, что этот человек его обманывает, а все равно помогает. Вот. И через эту помощь, может, у того человека там что-то ковырнется в голове. Через 10 лет, может, на нарах вдруг что-то там с ним произойдет. Вот. Особенно ко всем с любовью относиться. Ну, это, я не знаю, это что-то невозможно. Как это так можно ко всем с любовью? Как автор, мне люди все-таки рассказывают о помощи батюшки. Это важнейшая вещь вообще-то по его смерти. О том, как он сейчас помогает людям. Лучиев очень много вообще-то, но, в общем, есть у меня хороший товарищ, врач, мануальный терапевт. И вот у него мама в Тамбове с ней случилась такая вещь. На ноге у нее вскочила бородавка. Стала очень сильно нарывать. Начались боли, и она народными методами стала ее лечить. Различными отварами, какими-то мазями. Ничего не помогает, боль усиливается. Она уже пошла к врачу-дерматологу, который сделал операцию, срезал эту бородавку. Но не то, что не прекратилось, стало еще все болеть сильнее. А она опять выросла. И боли такие стали адские, что она уже ходить не смогла уже. Это примерно вот все год происходил. Вот как раз в это время я издал свою книжку и подарил этому врачу, Витру Николаевичу. Он отвез Тамбов к своей маме, отдал почитать ей. Она прочитала за полночи. Где-то 2 часа ночи закончил чтение книги. И со слезами обратилась к отцу Ипполиту. Помоги батюшку, только ты. Я уже не знаю вообще, к вам обращаться. Только, может, ты мне поможешь. На утро у нее все прошло полностью. Не просто прошло, а вот даже бородавка исчезла на утро. Это рассказывает совершенно рационалист такой. Чисто, ну, Витрин Николаевич, врач. Совершенно такой человек вот, не экзальтированный никакой. Я не поленился, говорит, через весь Тамбов доехать до мамы, говорит, и обследовать эту ранку. Так там, говорит, даже не осталось рубца от операции. ПЕСНЯ Сколько бы ни говорили бы, сколько бы ни писали бы положительных вещей, батюшки в чудесах. Есть люди, которые, может быть, и скептики сомневаются в этом. Я могу сказать, что первое реальное событие чуда произошло в моей собственной семье. Причем глобального масштаба, наверное, здоровье человека, моей сестры изменилось кардинально. Хотя много было способов использовано и медицинских, и других всевозможных. Ну, благодаря батюшкину молитвам, мне было просто интересно поехать посмотреть на этого человека. А потом, когда, пообщавшись небольшое количество времени, я приехал буквально на пару дней с ним, я спокойно уехал обратно. Но в душе что-то запало. Где-то потом уже, когда, будучи живя не первый год в монастыре, я анализировал и оценивал, что могло произойти, наверное. Наверное, я так даже в шутку говорил, когда я увидел эти глаза, я не хотел их терять просто, да. То есть, я ощутил ту радость жизни рядом с ним, я просто не хотел их терять, наверное. Вот. Но в тот момент мне что-то в душе так прям загорелось по-доброму. И мне захотелось еще раз его увидеть, когда я уже приехал самостоятельно, на следующий раз, на более долгий срок, а потом приехал третий раз, остался уже на всю жизнь. Звучит песня. Звучит песня. Рассказуем вас, Товица! ПЕСНЯ ПЕСНЯ Уже зима была, да у меня в Подвязниках была, она такая огромная была, я так помню, да, и так далее. Вот, и друг, он мне опять зимой говорит, ну что, ладно, езжай, говорит, а я тут уже участвую полностью в жизни в монастыре, уже на мне такие послушания, хотя я еще и скитужил, но уже в монастыре, что-то там на хоздворе, весь киплю. И друг, он говорит зимой, да, говорит, езжай, говорит, ну это домой, все, хватит, наверное, учиться надо и все прочее, прочее, прочее. Во второй раз, он проверял мое собственное желание, а потом, как бы он говорит, я такой, ну я тогда правда, реально заплакал, прям слеза потекла и говорю, а что я вам плохого сделал? Единственное, что я мог сказать, вот, и все, у меня, потому что у меня в лорту пересохло, я, единственную фразу, которую я смог сказать. А он залубался, меня прям так обнял, и пошли мы с ним в келью, больше ничего не сказал, пошли мы с ним в келью, он меня накормил, сели покушать с ним у него в келью, там накормил, и больше этот вопрос он никогда не принимал. Я же говорю, куда вы так это посмотрели бы. Я думаю, что, да, у старца было особое отношение костюм, ибо с чего им тогда целыми поездами ехать за полторы тысячи километров, Астин меня называл, Аланы, Аланы, Аланочки, работали хорошо, ну и бывало бедокурили, но все равно батюшка даже из милиции вытаскивал, не оставлял, все было в нем так, что он очень переживал за православие в Осетии, да, и как бы он много терпел, чтобы много людей просто-напросто воцерковить как-то, как-то, как-то. Я считаю, что он, наверное, как апостол был для себя, знаешь, попал я к старцу на прием. Ну, мысль такая была, зашел, мысль, куда я приехал, это же монастырь, что здесь делать, а я человек неверующий, я думал, какой-то там, что-то вроде экстрасенсы, такое, знаешь, продвинутые. Где-то через пару недель я, значит, проспал начало службы, я смотрю, он уже по лестнице поднимается, я чуть замедлил темп, думаю, пусть зайдет, а потом я зайду. Ну, он на середине остановился и обернулся и прямо на меня посмотрел. Я говорю, отец слоникавказа, он мне каждый день, считай, мы знакомились, а потом, ну, старенький, может, забывает, а там просто, ну, и вон, такие шутки. Я говорю, да, а шутки, отец, навсегда, говорю, не, не, так, на пару недель, ну, 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 ладно, женатый, нет, говорю, пока, монахом будешь, говорю, не, 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 без меня, зачем, говорю, не, 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 ну, отец, мое дело приложить, твое дело. И вот одна у меня такая паника начала, думаю, сейчас все, упакую чемоданами на родину. Я даже не спал, обдумывал его этим, думаю, как это так, где-то через пару недель, думаю, нет, надо пойти и сказать. А мы вышли из Келли, и парни пошли под благословение, а я из-за угла смотрю, подойти, не подойти, не подойти, не подойти. Кто-то не возвращается, он так, он тебя сдает. Думаю, ага, ну, думаю, надо. Подошел я к нему под благословение, вот, сосла, все нормально. Я говорю, о, я же говорю, вам не говорил, что меня сослан зовут, сергий. А он такой, ну, тебя же так зовут, или сослан, или сослан. Я говорю, а, я понял. Там мне глаза так вострил. Да все нормально. Я так как-то успокоился, но потом думаю, нет, надо ему сказать. Вы знаете, не хочу я быть монахом. Я говорю, я хочу жениться. Он говорит, женись. Я говорю, что не дают-то. Ну, все, договорились. Я говорю, ну, и нормально. Ну, и как бы на таком, это, разошлись. А он мне все время говорит, сколько тебе лет? Я говорю, 25. А, 27? Я говорю, 25. А, 27, да. Ну, просяду я, что. 27 я пришел в монастырь сюда. Да сейчас уже ты думаешь, что он там склероза не был, или еще что-то, или шутки. А, проходило год-два, у него шутки сбывались. Я приехал туда атеистом. Он меня взял за руку просто, да. И мир перевернулся. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, очень интересная фотография. На ней я, слева, батюшка Ипполит, и монах Иродиакон Андрей. Это вечером, октябрь 2002 года, был у нас фотоаппарат, и мы пойдем, как батюшка Ипполит, и пойдем сфотографируемся на память. Я пришел в 2004-м же, в этот монастырь, фотографию эту в рамку себе поставил. У меня еще такая мысль. Гляжу и думаю, он тоже здесь должен быть. А Андрея тогда еще здесь не будет. Проходит полгода, Андрей все бросает. Это досос, сейчас Андрей. Бросает все и приходит монастырь. Думаю, даже вот эта фотография, и та уже, как бы, пророчество было с его стороны. То есть, обоих нас взял, а давай. Ребята рассказывали, что там есть дивный старец, что вообще место необычное. И ребята были проблемные, и окружение тоже было такое проблемное. И люди ехали туда и получали там какую-то помощь, помощь духовную, естественно, и тянулись туда. Встреча со старцем, конечно, на меня вот тогда произвела очень сильное впечатление. От того, как он меня встретил, вот, как родного, близкого человека, которого он давно ждал. И, конечно, это, ну, очень мощно было, вот, в плане эмоциональном, я был потрясен. У меня несколько было с ним встреч. В принципе, и одной, наверное, бы хватило. И хватило и тех трех слов, которые он мне сказал. Чтобы у меня вот внутри все вот так, как, если можно сказать, с ног на голову. Но в другом плане. Ну, первый раз я почувствовал близость Бога. Вот это ощущение. Близость и беспредельную любовь. И это, конечно, ну, очень сильно поразило меня. А вот старец мне сказал буквально три слова. Терпи, Отец, Господь помилуй. И вот это ощущение, что вот ты у Бога на счету, что вот Он смотрит на тебя, любит тебя. Это, конечно, было вот, ну, это меня переродило. Святая, святая. После Рыльска, как бы, у меня уже, ну, я открыл для себя мир православия, мир Бога. И те вопросы, которые внутри у меня возникали, и которыми я не находил ответ, я попадал в тупик. Здесь я, как бы, вот, это все мне открылось. И я, душа, нашла того, чего искала. Вообще, благодаря старцу я в церкви. И не знаю, если бы у меня не было с ней встречи, был ли я в ней вообще. Я не раз себе задавал такой вопрос. Конечно, столько людей в свое сердце вмещать, это, по-моему, было просто необъятное. Осетин было много. Да, вот, на протяжении того времени, сколько я там был, этот поток не прекращался приезжающих. Ну, не только из Осетии, а то всюду ехали. Любовь, мир, души и это согласие между народами, между семьями, между собой, душа с телом. Мириться, да, да. Первый должен мир в семье, а потом в государстве, и каждый, как же, должен мир. А один мир, там любовь, а любовь это Бог. И все, да. И, кажется, мир душевный, он, кажется, достается с трудом. Царство небесной Троицы нудница защищает ее. И ее, и его. После рождения первого сына я через три месяца сильно заболела. У меня был дерматит, вот он обострился. Ну, это было что-то страшное. Я была синюшно-бабрового цвета, и ничего, традиционная медицина не помогала. И вот соседка, видя, как я мучаюсь, она мне посоветовала. Вот, в Рельске есть такой батюшка, поезжай к нему, он говорит, поможет тебе. Ну, и вот, через какое-то время я собралась, и мы с Иналом на машине поехали. Ну, вот, каждый раз, когда мы были у батюшки, он всегда первого вопроса был, вы не поменчались? Ну, тогда был пост, и не венчали. Ну, мы нет. Ну, он просто этим хотел показать важность этого события. И как только закончился пост, мы поменчались там, в храме Пресвятой Богородицы. И вот до последнего, ну, я не ощущала себя беременной вообще. Я прыгала там, скакала. Вот, когда этот, многие мне говорили, что я беременна, я уже тогда, конечно, задумалась, может, я правда беременна? И я уже, в очередной раз, когда мы пришли к батюшке, я уже подошла и в лоб его спросила. Я говорю, батюшка, я в положении? И он так вот прикрыл глаза, минуту он молчал, потом говорит, пока нет. Знал, что если я бы об этом узнала, я бы сделала аборт, потому что в связи со своей болезнью я принимала очень сильные лекарства, и гормональные в том числе. Я не знала, какой это грех, и поэтому я думаю, что узнав об этом, я бы прервала беременность. Врач при батюшке, Татьяна, и она делала лечебный массаж. И когда делала, в очередной раз, когда делала массаж, она мазала святым маслом животик, он начал брыкаться. Она испугалась, побежала к батюшке, а он ей говорит, ну ты полегче, полегче, Маш. В итоге он ей сказал, а она уже нам сказала. Я не хотела там рожать, потому что было страшно, из родных никого. Ну, хотела домой, но батюшка не отпустил. Вот когда уже я узнала, что я беременна в Рыльске, батюшка не разрешал звонить домой и говорить родственникам, потому что он, наверное, знал, что они заставят меня приехать и сделать аборт. Вот тоже переживаю из-за этого, что родится неполноценный ребенок. Он благословил нас ехать вот с Татьяной в Курск. Там у меня начались схватки. Ну и утром родилась где-то без 5-9 девочка. Она была совершенно здоровая, сразу закричала. Врачи сказали, что здоровый, крепкий ребенок. Да, после монастыря у нас еще родился мальчик один, Олежка. И потом еще девочка. По батюшкину молитвам у нас стало четверо детей. Два мальчика, две девочки. Для меня это все. Это самый дорогой человек. Я очень благодарна Богу, что я вообще смогла познакомиться, увидеть его и понять что-то в этой жизни. Это все. Это самое лучшее, что вообще могло случиться с нами в жизни. Хотелось бы немножко походить на него и хотя бы немножко обладать тем смирением, которым обладал батюшка. Но, к сожалению, мы не такие. У каждого в жизни бывает такой момент, когда он приходит к угоду о том, что даже если сделано уже, наверное, немало, то нужно чего-то менять кардинально. У меня такой период наступил тогда, в 2002 году. Хотя, казалось бы, все было прекрасно, хорошо, образование, должности, но была какая-то неудовлетворенность. Не знаю почему, я за эту идею зацепился. У меня возникло такое жгучее желание с ним встретиться. Это было примерно в августе, в начале августа 2002 года, когда у меня был выходной день, прилег, задремал, и вот тут мне, значит, видение пришло, что вот я там нахожусь, встретился с этим старцем, я себе его представил определенным образом, потому что никогда его не видел, но вот определенным образом себе его представил. И мы с ним о чем-то говорили, я не помню, о чем говорили, но мы помним, что его слова «Воздерживайся от поезда в горы, у вас там будет беда». И когда он сказал, он еще предостерег, скорее своему родственнику, чтобы он тоже не поехал. После его слов, я помню, значит, такое видение, что какие-то огромные белые ледяные глыбы падают с гор. Как-то очень не по себе стало, я проснулся, ну, посчитал, что это кошмар, и забыл на следующий день, собственно говоря, об этом. Через некоторое время, это было уже, наверное, в начале сентября, моя вот эта идея, она реализовалась, мы с моим товарищем смогли выехать в Средоникольский монастырь. И я помню, мы шли к храму, и вот нам сообщили, что идет старец, но я посмотрел на него, и, честно говоря, столбенел. В этот же момент я вдруг стал вспоминать свой сон, где он мне явился определенным образом, и вот я практически понял, что это как раз тот же самый старец и есть. Помню, какой-то уклонив, вот такое, знаете, вот умиротворение, успокоение наступило. Вот я сразу, определенным образом, мне это настроило, расположило к нему. Через буквально мы с ним побеседовали, после того, как я уже вдруг собрался уходить, он мне вдруг уже, знаете, так как лифт, он спрашивает, это я не забыл помолиться про своего родственника. Ни о каком родственнике в моем разговоре с ним речи не вел, поэтому я несколько удивился, и тут встал, вспомнил вот вторую часть своего сна, где он говорил о том, что нам не следует направляться в горы, что будет беда, и что он предостег от этого родственника моего. Вот, и я, сказать, опять-таки, вполне какое-то такое замешательство, хотел спросить, вы это имеете в виду? Вот, он мне так улыбнулся и сказал, идите, отец, мы за него тоже помолимся, поставь свечку. 20 сентября того же года, значит, я заступил на дежурство ответственному по прокуратуре республики нашей, вот, и где-то в 6 примерно часов позвонил ответственный дежурный МВД и сообщил, что в горах, в частности, вот, в Кубанском, как его еще называют, в Геннаголском, еще сошел ледниколка, начали находить первые тела, вот, в самом начале. Я еще, конечно, не мог себе предположить всех масштабов этой трагедии, потому что, собственно говоря, трагедия такая беспроцедентная. И через некоторое время звонит моя сестра, так сказать, ревет в трубку и сообщает, что ее супруг, то есть мой зять, уходя из дома, сообщил, что поедет на день рождения, ну, подороги в Краматон, там один из ресторанов, и она ревет в трубку, говорив, что сотовый молчит, значит, он там, его нет. В этот момент я почему-то вспоминаю вдруг, вот, знаете, как на батон в голову слова старца, мы за него помолимся, я чувствую, что с ним все в порядке. Подежурив, утром я сменяюсь, и тут мне звонят, что он, оказывается, действительно был приглашен на день рождения, действительно собирался туда поехать, но вот по каким-то обстоятельствам, которые по работе возникли, он задержался. Выехал поздно, позже всех других, когда он доехал до поворота на Краматон, он вдруг решил, что, значит, уже поздно, ехать туда не стоит. и таким образом он остался жив. Это светитель, светильник, да, тот, который посреди этого мрака мира, грязи этого мира, мрака этого мира, нам указывает, является светом и указывает путь, по которому нам належит идти. Вот он мне задал вот такой путь несколько лет назад, и идя по ним, еще ни разу не оступился, потому что вот эти нравственные ориентиры он нам дал. Субтитры создавал DimaTorzok он говорил об Осетии. И как он любил этот народ, как он любил эту землю, он называл святая земля Алании, и даже вот эта история создания этих монастырей, он определял уже места, не будучи здесь, он определял и описывал те места, где должны быть эти монастыри, то есть буквально вот до каких-то мельчайших подробностей. Ну, тогда было такое прекрасное время, когда по молитвам Отца Ипполита Осетия просто оживала, то есть настолько она возрождалась духовно, это благодаря тому, что люди массово выезжали, он молился за Осетию, и просто вот, просто вот какое-то шло, какая-то необыкновенная православная духовная жизнь происходила, и много было людей, которые как бы воцерковлялись, и возникла идея открытия центра. А я, опять же, не из той категории людей, которые скажут, вот я это сделал, потому что я не знаю, что я могу вообще сделать. И я говорю, ну, если отец Ипполит, благословит. И позвонив, позвонив вот туда, привратнику, значит, я хотела попросить, чтобы он у отца Ипполита взял благословение. И тут получилось, что человек, который был на тот момент в Рыльске и поднял трубку, это был мой хороший близкий знакомый. И потом мне Алан рассказывает, тоже удивительная такая ситуация. Он мне говорит, ты знаешь, так странно, буквально, говорит, после того, как ты позвонила, я выхожу, и сидит батюшка. Я к нему подхожу и говорю, и хочу что-то сказать, а он меня опередил. Говорит, как же у вас в Осетии хорошо, монастырь у вас, центр. Я, говорит, даже не успел озвучить это. Опередил его, и сам это ему как бы заявил. Уже я поняла, что, значит, если есть воля Божия, Господь мне даст сил, если есть благословение. И вот такое было начало, и возник этот центр. Православное просвещение и культура. И мы работали очень активно и много, много лет. В том, из этого выросла вот эта лучшая школа. Яс. Яс. Айс. Айс. Мау. Мау. Фейс. Фейс. Рад. Хэнд. Рад. Хэнд. 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 Хэндсэн. 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 Общение с отцом Аполлитом, вы знаете как, он просто учил нас жить, учил нас послушаться и удивительным образом нам смирял. И показывал мы, кто, на самом деле, кто мы есть такие и почему мы здесь. Почему мы в монастыре. Приехали мы, и у нас в лютый мороз благословил послушаться на лугу. Мы выкорчевывали там какие-то коренья, потом мы должны до 7 часов вечера, потом мы сидим с 7 до 10 у костра, а после этого мы возвращаемся на луг. И, значит, мы поработали, я всегда работала добросовестно, он меня всегда хвалил, матушка, вы хорошо работаете, хорошо работаете, матушка, он меня всегда за это хвалил. И то, значит, наступает 10 вечера, я говорю, ну что сидеть, мороз, холодно. Я говорю, я замерзла. Зачем сидеть? А мне говорят, не, нельзя, батюшка благословил, надо сидеть. А я не понимала, что такое благословил, почему надо сидеть, если вот такие нечеловеческие условия. И, значит, я говорю, не, ну батюшка такой добрый, он не может так благословить. Я говорю, это не может такого быть. Что-то, говорит, кто-то не так понял. В общем, я уговорила таких же, как я, своенравных. Я говорю, нет, пойдемте, нет, не будем. И мы посидели, где-то начало 8-го, мы отправились рассвоясь к себе. На следующее утро я такая правильная, и это, подбегаю к благочинному, я говорю, тоже отец и палит. Отец и палит. Я говорю, наверное, батюшка, наверное, кто-то ошибся, батюшка не мог так благословить, 10-10 сидеть на лугу, потому что холодно. Он многозначительно улыбнулся, и я говорю, вы спросите у него. И буквально через час он появился с улыбкой, еще шире у него была такая улыбка. Он говорит, да, он благословил сидеть до 12. Вы понимаете? И когда я слышала, что он благословил сидеть до 12, только тогда я поняла, что такое благословение. И я просидела тогда до 12.00 ночи на лугу в мороз, и еще все остальные из-за меня пострадали, вы понимаете? Потому что они-то тоже бедные, и так вот пришлось им сидеть. И какое же было счастье на следующий день, когда он разблагословил нас сидеть до 10. Вы понимаете? До 10-ти мне тогда. И вот так пошло, потом поехало. То есть вот я понимала, если в жизни какая-то трудность происходит, то есть как он мне преподал урок на всю жизнь. Я ее принимаю, потому что я знаю, что если я не принимаю эту трудность, то простите, я от нее избавлюсь, но ждет меня что потом, это нужно посмотреть. То есть вот такие какие-то моменты удивительные происходили по его молитвам. И ты доходил до таких вещей, но через послушание, конечно, только через послушание. Осетины богаты историей своей. И именно то, что вот они сохранили из всего, как бы сказать, кавказского народа свою приверженность христианской вере. Да, они любят Христа и как бы там ни было, и тянутся к Нему. Вот. И стараются сохранять свои традиции. Вот. Даже три пирога осетинских, понимаете, в честь Святой Троицы. И вот в честь Троицы Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Три пирога. Это я только, понимаете, в Алании это я. Из древних, из древних, при всех владыках, при всех властелинах, мира еще правящих, да, у Падишахов, там, у Султанов, всегда была гвардия Аланская. Это были самые верные люди. Их всегда ставили в личную охрану, стражу, понимаете. Это же говорит о чем? Что верная, понимаете, своему слову. Ведь они, собственно говоря, дали отпор, когда нашествие было Батыя. Да. И вот в турецких, как бы сказать, когда турки хотели завоевать весь Кавказ, ведь Аланы, это была первая защитная стена. Да. Вот из них, понимаете. Это были воины неотразимые. Это вот благодаря батюшке отца Ипполита пришлось полюбить аланский народ, потому что он ведь мне передал это все дело, понимаете. И Курская, и Белгородская поставили отца Ипполита пошла. Ну и, конечно, пошли Алане. Первое время огорчался, первое время было очень тяжело, как бы, понимаете. Вот, а потому что я уже как-то знаю, что вот с людьми, те, которые, их знаешь язык родной, понимаете, как бы, два-три слова скажешь, и уже у человека как-то сердце открывается, теплее. Они становятся, как бы, вот родными, понимаете. Ну и пошло, пошло, а потом как-то так тянулся, привык уже о ланчике бои, да, но они больше как дети. Поэтому, как с детьми, по апостолу, как апостол Павел говорит, говорит, с плачущими плачу, с радующимися веселюсь. Вот так, так и я с ним. Бог-то не наказывает, Он милует, наоборот. Да. Чтоб через скорби, через вот эти лишения, как бы, люди поняли, что без Бога не до порога. Да. И в единении. Когда в единении не делятся там ни на южную, ни на северную, понимаете, а одно, а ланье. Вот. Не разделение народа, понимаете, не может быть народ разделенный. Это, может быть, единение началось народа там, на Афоне. Когда еще был там отец и полит. И вот это его подвиг. Да, очень многим протянул руку помощи. Он не смотрел, что он выпивает, там не выпивает, курит, он не курит, понимаете, пьет. Пришел он расколанный и с места заключения. Он всех принимал с любовью. Вот. Он смотрел, прежде всего, на сердце человека. Если он потянулся ко Христу, он никогда ему не отказывал помощи, всегда, как бы сказать, всех принимал. Я попала в Рыльск с определенной целью. В то время я была режиссером телевизионной компании нашей, региональной, и я узнала о Старце и загорелась снять о нем фильм, потому что мне показалось очень странным, что такое огромное количество остин ездит куда-то, в какой-то уездный город Рыльск. Потом была встреча с ним первая, когда он только благословил нас, и, наконец, первая беседа, где я дерзновенно потребовала от Старца дать мне интервью. На что батюшка заулыбался и сказал, а я не умею, а что такое интервью? И я с умным видом начинаю рассказывать Старцу, что такое интервью. Я буду вам задавать вопросы, батюшка, вы мне будете отвечать. Он говорит, да я не умею разговаривать. Я говорю, ну, час от часу не легче. Я уже встаю выходить, и он меня вдруг останавливает за руку и своими синими бездонными вот этими глазами на меня смотрит и говорит, Машка, вы знаете, что вы монахиня? Вы откуда знаете, батюшка, кто я? Вы меня первый раз видите вообще в жизни. Там у монахов вот здесь крестики светятся, он мне говорит. И в тот же день ко мне прибежала Наталья Федоровна Носова в доме, где мы остановились в возбужденном состоянии. Где Наташа режиссер? Где Наташа режиссер? А я говорю, я Наташа режиссер в уме уже перебираю, где же я могла что натворить, почему меня ищут. Вот, она меня вывела в сене и говорит, я же только что от старца. Старец сказал, ты видела, к нам Аланская игуменья приехала. Аланская игуменья. Я ему говорю, батюшка, какая она? Ну, Наташа режиссер, Аланская игуменья. Она мне это говорит, а я не понимаю, о чем она говорит. То есть, я даже слова такого не знала. Игуменья. Я вот боялся вопроса по поводу монашества. Ну и батюшка, видя все мои страхи, сразу меня спросил, а ты, отец, ты, говорит, женатый? И я сразу понял, к чему идет. Я нет, замер. Говорит, а в монахи не хочешь? Я уже был это самое. Я говорю, батюшка, а как вот жениться нельзя? Никак? Он засмеялся и говорит, ну так ты решил, куда ты, в какую сторону идешь? Тебе нужно либо быть монахом, либо жениться. В среднем положении тебе нельзя быть. Я говорю, ну, в общем, наверное, жениться. Батюшка закрыл глаза, взял меня так за руки, закрыл глаза, посидел какое-то время, потом открыл глаза, улыбается и говорит, ты знаешь, если твоя невеста будет младше тебя на 14, на 15 лет, то это ничего. посмотрел на меня, потом опять засмеялся и говорит, это даже модно. Прошло какой-то, ну, может быть, чуть меньше года. В общем, я шел и абсолютно явственно, до этого никогда таких вещей со мной не происходило, абсолютно явственно, я как бы в качестве помыслового, ну, довольно четкого, который вот не смешивается ни с чем остальным, еще и утром голова как бы чистая, который говорит, ну, готовься, сегодня увидишь. И потом, я помню, как бы в голове, как, знаете, как фотография проскочила. Ну, в православии все такие вещи не приветствуются. Я, как говорится, все это отогнал, дабы не искушаться. Ну, прошел водосвятный молебен, я начал заходить и тоже довольно очень так ощутимо, голос, смотри. Я зашел и как раз так прям запели на клиросе «Благослови души моя Господа». Ну, ну, я как бы слушал все, не всегда же человек воспринимает, а тут прямо оно в сердце зашло, чуть ли не огнем, вот так вот ощутилось. Я поднимаю глаза, смотрю, девочка стоит. Ну, от меня, может, там несколько метров. Я посмотрел на нее и сразу. Только посмотрел это одновременно с этим хором, с этой благодатью, которая сошла, да, и я сразу понял, что вот этот человек. Ну, и как бы вспомнилась вот эта картинка, которая проскакивала. девочка в одиннадцатом классе, то есть я, ходила на танцы в государственный ансамбль. И так, в очередной раз я прихожу на танцы, а меня встречает мужчина на улице. Ну, я остановилась, думала, наверное, надо подсказать, куда пройти, где какая улица. Вот, остановилась, слушаю, а он мне говорит, а можно познакомиться с вами? Я вас видел в храме. Я сразу на него смотрю, уже другими глазами, испугалась, думаю, это же мужчина, которому уже немало лет, седой, с лысиной. Я смотрю и думаю, это точно какой-то подозрительный мужчина. И я бегу, мне без оглядки, убегаю быстрее в помещение, ну, и спряталась уже там. А туда посторонних не впускают. Ну, так я и увидела первый раз Алану. В то время, когда я должна была уже выходить с танца в домо, практически каждый раз я замечала его. Либо где-то неподалеку, либо где-то в стороне. Он стоял и ждал, что я подойду. Но я к нему потом уже не подходила. Я боялась к нему эти... Ну, познакомилась, поскольку обещала. А потом уже не подходила, просто уходила домой с девочкой. А поскольку я ходила в храм, и на воскресной службе я его заметила. Он подошел, поздоровался. Вот. И после этого как-то, ну, мое сердце стало меняться. То есть, ну, уже не было такой опасности. Я уже увидела его в храме, то, что он стоит в службу, молится. Ну, подходила, здоровались. Он провожал меня до маршрутки. И вот так, в очередной разов он мне рассказывает о том, что вот он ездил к святому батюшке, к святому старцу. О том, что очень много из Осетии ездило к батюшке. О том, что он очень многих окормлял. И очень много чудес было связано с батюшкой. Мне стала интересна эта тема. Я каждый раз спрашивала, расскажи еще, расскажи еще. И он мне очень много рассказывал про батюшку. Примерно через год он, очередной раз рассказывая о батюшке, он стал рассказывать историю о том, как батюшка ему рассказал за два года до нашей встречи о том, что он встретил девушку, которая будет младше его на 15 лет. Я удивилась, но я не поверила. Мне было интересно, как в сказке. Вот я слушала, я опять спрашивала. Ну и мне стала нравиться эта история, наверное. Я захотела сама поехать к батюшке, то есть до конца я все равно не верила в это. Вот. Ну и примерно через год мама меня отпустила, я поехала вместе со своей крестной, с Аланом, и к батюшке мы поехали. Батюшка тогда в келье принимал. Я прошла в келье, он стоял ко мне спиной и смотрел в окно. Мне было очень страшно. Вот. Когда он развернулся и улыбнулся, это была такая улыбка. И батюшка мне... Он улыбнулся и сказал, «Здравствуйте, матушка! А вы женихом к нам приехали?» Ну и тут я сразу поняла, что все это правда. Субтитры создавал DimaTorzok Батюшка позвал нас к себе в Пасху 2002 года. Он сказал, что пора ехать в Осетию. Нужно основывать женскую обитель в лагере. Когда я в сентябре месяце последний раз увидела батюшка, то я просила его о возможности переехать из Аллагира. А батюшка так кулаком постал. Говорит, Аллагир. Он даже не Аллагир говорил, он говорил, Валаджир. И сказал, потом смягчился и сказал, ну ищи где-то там от вас километров 6-7 заброшенный дом отдыха. Я тогда так удивилась и думала, какой дом отдыха, кто мне его даст, в конце концов, если даже я что-то найду. Но вот прошло совсем немного времени, и нам выделяют вот это место, где сегодня стоит монастырь. И действительно, между бывшим местом нашего расположения сегодняшним монастырем около 7 километров. Батюшка говорил, что у нас будет рыбка. И я тогда удивлялась, потому что мне вообще странно, что в горах может быть рыбка. Но Бог наделил нас еще и прудами замечательными, где мы крестим людей. И за историю, восьмилетнюю историю монастыря там крестилось, ну более 7 тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok У сегодняшних монахов Осетии жажда по Богу очень серьезно перемешана с любовью к Родине. И их приход в монашество, он очень серьезно связан именно с темой возрождения Алании, Осетии. И батюшка очень горячо все это поддерживал. Он направлял, он говорил, стройте монастырь, храните единство с Россией, и все будет хорошо, и Осетия будет процветать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 и отмаливал то, что невозможно вообще, о чем невозможно говорить. И поэтому смерть его была неожиданной для всех, и утрата была очень болезненной. Ну, может быть, только через какое-то время мы стали понимать, что, уйдя на небо, он стал еще сильнее и во много раз ближе к нам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok